Сегодня мы познакомим вас с очень богатой и сказочной страной. Здесь нет ни своей валюты, ни своего языка, ни своего аэропорта. Длина автомобильных дорог всего 250 километров. Пейзажи страны как будто создали эльфы, а местные жители богаты как гномы. Эта страна настолько маленькая, что ее пешком можно обойти за день, а добраться сюда можно только на автобусе. Главный город здесь это пять улиц. Это карликовое государство, всего 20 километров в длину и 6 в ширину. Эта страна с очень низкими налогами, не имеющая внешнего долга. Вы не поверите, но эту страну можно арендовать на сутки. По уровню жизни население государства занимает второе место в мире. Здесь не принято шуметь, бегать и орать. Здесь считается дурным тоном кичиться богатством. Здесь нет преступности, поэтому нет и заборов. Местные жители почти никогда не запирают двери на ночь или уходя из дома. Последнее умышленное убийство произошло здесь более 10 лет назад. Тюремное наказание на всю страну отбывает всего 7 человек. При этом еду им привозят из ресторана, так как это выгоднее, чем нанимать на работу своего повара. Сотрудников полиции меньше 100 человек. Около 10% от бюджета составляет выпуск и продажа почтовых марок. Население чуть более 30 тысяч жителей. При этом в стране зарегистрировано более 70 тысяч иностранных компаний. Безработных здесь не больше трех сотен. Главная ценность – наслаждаться жизнью и не мешать другим. Эта страна сумела доказать, что в современном мире размер не имеет значения, что счастье и богатство не измеряется количеством танков, авианосцев и ядерных боеголовок. В этой микроскопической стране люди в пять раз обеспеченнее, чем в США. Что говорить, если обслуга сюда приезжает из Германии и Австрии? Главное богатство здесь не нефть и газ, а люди и природа. Это Лихтенштейн. Карликовое государство, расположенное в сердце Европы. Из-за своих крошечных размеров оно порой становится объектом шуток, которые, впрочем, прекращаются после первого же посещения этого чудесного места. Лихтенштейн – маленькая, гордая и нереально красивая страна с богатой историей. И сюда хочется возвращаться еще и еще. Тут даже на машине сильно-то не разгонишься, а то выскочишь или в Австрию, или в Швейцарию. При этом Лихтенштейн – это невообразимо живописное место. Горы сумасшедшей красоты, чудесные деревеньки. По обочине пасутся коровки с мохнатыми ушами, на которых смотришь и хочется улыбаться. Это европейская страна со своими своеобразными природными условиями и интересной историей. Занимает меньше места на карте, чем столицы некоторых государств. На ее крохотной территории можно увидеть три разнящихся по рельефу и природе географических областей. На севере – живописную низменность, на западе – плодородную долину Рейна, а на юго-востоке – район олипийской складчатости. Лихтенштейн – горная страна. Горы, занимающие три четверти территории страны, представлены отрогами хребта Ретикон, Ретейские Альпы, которые сложены доломитами, известняками, мергелями и флишем, многослойными пластами мергеля и глинистых сланцев. И сильно расчленены. Кто бы мог подумать, что это мини-государство баснословно богато. Дело в том, что Лихтенштейн – это страна с очень низкими налогами для иностранных компаний, как сейчас принято говорить – офшор. Чтобы зарегистрироваться в Лихтенштейне и не платить налоги, каждая компания обязана взять в долю кого-то из местных жителей. Сегодня каждый лихтенштейнец получает зарплату в среднем от двух иностранных компаний. Так что тут все живут в свое удовольствие, не напрягаясь. Понять, что на самом деле представляет собой Лихтенштейн, довольно сложно. Крошечная центральная улица с кафе и ресторанами. Безликие кварталы вокруг – ни одного человека на улицах, а чуть выше в гору – милый среднеевропейский пейзаж с милыми частными домиками. Название страны Лихтенштейн происходит от древнего австрийского рода князей Лихтенштейн, чьи владения входили в состав различных суверенных государств. Только в 1806-м княжество получило суверенитет, а в 1862-м при Гане II Лихтенштейне была принята Первая Конституция. Но в начале 20-го столетия, ослабленная Первой мировой войной, страна обеднела настолько, что правителям приходилось продавать произведения искусства из семейных коллекций. После войны Лихтенштейн начал тесно сотрудничать со Швейцарией, а с 1924 года валютой княжества стал швейцарский франк. Положение изменили реформы, обеспечивавшие компаниям максимально низкие налоги и заманчивые условия ведения бизнеса, а вкладчикам банков конфиденциальность. Богачи со всей Европы переводили сюда сбережения, а крупные корпорации создавали филиалы. На сегодня уже около 74 тысяч международных компаний зарегистрировано на территории княжества. Впоследствии возникла и первоклассная туристическая инфраструктура. Сейчас Лихтенштейн привлекает туристов горнолыжными курортами зимой и пешеходными экскурсиями в Альпы летом. Местные шутят. У маленькой страны большие виды. Природа в Лихтенштейне действительно удивительная. Горные вершины до 2600 метров высотой, покрытые пушистыми елками, а рельефный снежный ковер простирается далеко за горизонт. С 1989 года страной правит князь Ханс Адам II. Поручил ежедневные государственные дела старшему сыну, принцу Алоизу. Самый богатый монарх Европы, достаточно светская персона. Его запросто можно увидеть в музее или на горнолыжных трассах страны. Бытует история, что кто-то как-то встретил князя в лесу, когда тот собирал грибы, в кроссовках и в смокинге. Лихтенштейн – процветающая индустриальная страна с развитым сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни. Главная отрасль экономики – обрабатывающая промышленность. Металлообработка, точное приборостроение, оптика, производство вакуумной техники, электронных систем, микропроцессоров. Значительное место занимает пищевкусовая, в частности, производство консервов и вин, текстильная, керамическая и фармацевтическая промышленность. Весьма доходной отраслью является туризм. Наибольший интерес для гостей княжества представляют такие достопримечательности Лихтенштейна, как памятники средневековой архитектуры, зимние курорты, а также знаменитый музей почтовых марок в Адуце, где можно осмотреть свыше 300 витрин с марками, выпускавшимися с 1912 года. За 70 тысяч долларов можно на сутки стать полноправным правителем государства, издавать свои законы, вводить свою валюту, переименовывать населенные пункты, устраивать праздники. Словом, можно за свои денежки делать все, что захочется широкой душе. Но ровно через 24 часа действие документа, дающего право на аренду страны, прекращается автоматически, и вы становитесь обыкновенным туристом, которого полицейские вправе выставить из страны за любое нарушение. О том, что желаете временно стать главой государства, надо уведомить власти Лихтенштейна загодя и предоставить подробный план своих действий в чине монарха. Кроме того, предстоит заранее оформить все документы, которыми будут закреплены ваши указы и решения. В соответствующих буклетах подробно расписаны сутки монарха, арендовавшего страну. Тут, конечно же, не только государственные дела, но и помпезный выезд на природу с приглашенными вами 150 гостями. А природа в Альпах изумительная по красоте. Далее будут посещения музеев, прогулки в конных колясках по столице, дегустация самых дорогих вин из погребов монарха, то бишь князя, и многое другое. Все происходящее можно снимать на фото и видео. Для тех, кто тщеславен, возможность оказаться главой настоящего государства, пусть даже на сутки, вещь весьма заманчивая. Однако не все столь просто, как кажется. В Лихтенштейне учли, что юридически такая аренда позволяет менять политический строй, финансовую систему назначать и смещать чиновников. И нашли способ, как все это предотвратить. Оказывается, пожелавший арендовать страну обязан предоставить ее властям, не менее чем за полгода до въезда на предмет коронации, подробнейшее описание всех своих действий по часам и минутам. А это значит, что, скажем, задержка из-за чего-либо с оформлением документов с отчетом на полгода вперед автоматически несет серьезные проблемы с въездом в Лихтенштейн. Известен лишь один случай, когда богатый рэпер Snoop Dog пожелал арендовать Лихтенштейн. При этом он столкнулся как раз со сложностями в оформлении документов с датами на полгода вперед. Ему было официально отказано в аренде и запутанице с документами. Формально нет запрета на то, чтобы купить себе на время государство, но фактически тут масса специально поставленных препятствий. Так в чем тогда, собственно, смысл проекта? Он, видимо, в том, что Лихтенштейн получил бесплатную, отличную рекламу, привлекающую туристов со всего мира. Хотите эмигрировать в Лихтенштейн? Наберитесь терпения, ведь княжество является одним из самых закрытых мест Европы. Чтобы обзавестись гражданством Лихтенштейна, придется пройти через некоторые трудности, так как не только жителям СНГ, но и европейцам не всегда везет в получении паспорта. Однако отношение к гражданам Европейского Союза более лояльное со стороны местных властей. Что же потребуется непосредственно для получения гражданства? Если вы житель восточной части Европы, то будьте готовы предоставить соответствующий банковский счет и список заслуг. Власти непременно пойдут на уступки, увидев вашу востребованность. Вы можете подать заявку на рассмотрение в том случае, когда вы состоите в браке с гражданином Лихтенштейна более трех лет, но при этом вы должны жить в государстве 12 лет. На паспорт гражданина Лихтенштейна могут претендовать и те, кто проживает в стране более 30 лет. Хотя Лихтенштейн и входит в Шенгенскую зону, попасть сюда вам будет сложно. Вы можете попасть одним поездом по одной дороге, который курсирует между Австрией и Швейцарией, и кругом горы. Так что для пеших беженцев вход сюда закрыт. Пробиться через Альпы, окружающую долину, невероятно сложно. А сесть на поезд, не имея документов, нереально. На автомобиле можно проехать через горные туннели со стороны Австрии, но там пропускные пункты и проверка документов. Легче всего попасть в Лихтенштейн со стороны Швейцарии. Граница там почти не охраняется и представляет собой широкий ручеек Рейн. Но для этого вам нужно сначала как-то попасть в Швейцарию, а сделать это не так-то и просто. Также здесь действует имущественный ценз. И очень высокие цены на все-все-все. Такие цены легко поднимаются местным населением, и они же совершенно заоблачны даже для соседей европейцев. Чашечка кофе вам обойдется в 25 евро по курсу. В Лихтенштейне ходит швейцарский франк. Завтрак в 50-60 евро. Об аренде жилья, которого тут и так немного сдается, я скромно молчу. Лихтенштейн – это уютная, очень маленькая страна, словно сошедшая со средневековой пасторали, поражающая своей красотой, самобытностью, историей и культурой. Лихтенштейн называют страной для галочки. Сюда приезжают, чтобы сказать «я был в одной из самых маленьких стран мира». Вам будет скучно, а Лихтенштейн просто возьмет с вас несколько сотен евро за пару дней и отпустит в освояси. Но с другой стороны, если хочется умиротворения среди сказочных гор, Лихтенштейн – самый правильный выбор. Лихтенштейн – самый важный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok